Здравствуйте! С вами Ваша МВ. Сегодня мы поговорим о конкурсе «Моя любимая грядка» и проведем анализ его результатов. Грядку я провожу с 2013 года и каждый раз встречаю одни и те же ошибки. Давайте разбираться. Прежде всего поговорим о необходимых документах. Перед тем, как начать проводить грядку, я высылаю всем определенный пакет, который состоит из афиши, положения и заявки. Афиша у нас стандартная, узнаваемая. В самом конце внизу есть номер моего телефона. Звоните, пожалуйста, не стесняйтесь, если у Вас есть какие-то вопросы. Также я есть в WhatsApp. Пишите, я отвечаю всем. Дальше. У любого конкурса есть положение. Есть это положение и у конкурса «Моя любимая грядка». Положение – это всего лишь правило проведения конкурса. Там очень подробно описано всё. Пожалуйста, не поленитесь, прочитайте. На протяжении всего этого времени у нас положение менялось очень незначительно. Единственное, что может измениться – это дата. И в этом году Вы понимаете, что обстоятельства внесли изменения в наше положение. И мы убрали одну номинацию. Номинацию, которую Вы больше всего любите – это «Московское варенье». Дальше. В пакет документов входит заявка. Я понимаю, что не все могут её заполнить в электронном виде. Ничего страшного. Пожалуйста, сообщением кидайте мне. Либо на WhatsApp кидайте мне. Что нужно обязательно указать? Это фамилия, имя, отчество. Год рождения. Адрес. Телефон. Телефон обязательно. Адрес места, где была выращена Ваша продукция. И номинация, в которой Вы хотите принять участие. Это обязательно. Ещё раз говорю, если уж совсем не можете заполнить, позвоните. Я всё запишу и заполню сама. В этом году меня просто удивило. Я приняла 71 заявку официально и просто выбросила порядка 40. Потому что мне на WhatsApp приходили совершенно безликие фотографии. Люди просто бросали фотографии, не указав ни фамилию, ни адреса, ничего. Вы понимаете, я Вас всех знаю в лицо. Но я не помню Ваши телефоны. Поймите меня правильно. И вот так вот отнестись к своей работе. Но я считаю, что Вы как-то вот, ну, несколько халатно к этому подошли. Поэтому если Вы не увидели свои работы, значит, я их просто не допустила до конкурса. Потому что я не знала, чьи они. Далее движемся. Оформление. Это тоже просто моя боль. По-другому я сказать не могу. Я просматриваю более тысячи фотографий. Более тысячи фотографий проходят через мои руки. Все они, поверьте мне, великолепны. Я бы каждому из Вас дала приз. Я рада за Вас. И радуюсь за себя. Да, может быть, это, конечно, кусочек гордыни. Но я рада за то, что я Вас чему-то научила. Но все это надо правильно оформить. Прежде всего, учитывайте время съемки. Не снимайте, пожалуйста, в пасмурные дни или поздним хмурым вечером. Еще Вы очень любите снимать по солнцу. Ну, просто любимое. Я ничего не вижу, кроме солнечных бликов. Делайте видовые панорамные фото, чтобы был виден сад. Это очень важно. Не только сад. Дальше, если у Вас какой-то огромный кабачок или какая-то огромная тыква, ну, возьмите Вы его на руки или обнимите Вы эту тыкву. Ну, это же здорово смотрится. Чуть-чуть фантазии. И Вы в победителях. Рассмотрим номинацию «Мой чудесный сад». Завалили Вы меня фотографиями, где один единственный цветочек. Мои дорогие, я, как профессионал, вижу, что цветы замечательные, что они ухоженные, что они не больные. Но это не информативно. Если Вы высылаете цветы по одному, допустим, Вы любитель лилейников или ирисов, вышлите, пожалуйста, клумбу, на которой они растут. Покажите мне эту композицию, ведь я сразу всё пойму, да и жюри впоследствии разберётся. Очень приветствуются фотографии, где Вы на фоне Ваших клумб. Это сразу прям вот в десятку, что называется. Понятно, что это Ваша, что это вырастили Вы, что Вы это всё любите и так далее и тому подобное. Далее. Избегайте проплешин, сорняков, сухих веток. Всё это портит вид. У меня была участница, которая сделала всё, всё замечательно, вот как казалось, показала. И стоит-то она на фоне гортензии. И участки своего сада она показала. Но что ни участок, то проплешина. Что ни участок, то проплешина. Я удивилась. Дала бы место, но, ребят, ну не смотрится. Я понимаю, что это композиция, но не смотрится. Ещё раз говорю. Не подходите формально. Подойдите с душой к фотографии. И следующее. Делайте, пожалуйста, фото сада во все сезоны. Начинайте уже сейчас зимой. А как красив сад весной. Вы себе не представляете. Мы просто ахаем, когда смотрим на фотографии весеннего сада. Душа поёт после белой зимы. После того, как мы видим только два цвета. Чёрный и белый. Когда появляется что-то другое. Фотографируйте свой сад. И отправляйте. Мне достаточно будет нескольких фотографий. Четырёх. Трёх. Иногда одной. Но шикарной. Поймите правильно. Следующая номинация. Урожай. Я уже многократно вам говорила, что нужен эталон. То есть то, с чем сравнить. Вы вроде как поняли. В этом году я получила фотографию, на которой пачка сахара и рядом лежит перец. Отлично, замечательно. Но рядом же фотография, где, допустим, тот же перец лежит на весах. Предпочтение, конечно, отдаётся фотографии, где перец на весах. У всех у вас есть весы. Пожалуйста, если возможно, взвесьте. Это первое. Также было здорово, когда ваш помидорчик был в руке у ребёнка. Это всегда выигрышно, когда ребёнок, либо животное. И вот ваша продукция. Тыква в тачке. Видно, что тачка огромная и огромная тыква. Но ещё раз говорю. Лучше всего, если у нас будут конкретные цифры. То есть, взвесьте. Уже тогда у нас не будет никаких разногласий. Здесь 600 грамм, здесь 900 грамм. Понятно, да? 900 – первое, 600 – второе место. Дальше есть ещё, ну, как вам сказать, не то, что приоритет, а производит впечатление, когда есть фото, опять же, от начала нашего урожая до конца. Снимите, пожалуйста, вашу теплицу. Дальше, вот фото теплицы, дальше фото вашего огромного перца, корзина с вашим урожаем. Вы рядом с этой корзиной. Вы понимаете, ну, чуть-чуть фантазии туда вложите, чуть-чуть. Я же не могу биться с жюри и отстаивать каждого из вас объяснять. Дальше. Следующая номинация – «Сказки с грядки». Дорогие мои родители, я, конечно, понимаю, что вы все хотите, чтобы победил именно ваш ребёнок. Но здесь, что называется, чем хуже, тем лучше. Вот это просто, вот эта номинация работает так. Объясняю, чем проще работа, тем для нас яснее, что её сделал именно ребёнок. Чем она краше, усыпана какими-то блёстками, какими-то бриллиантами. Дальше сделана какая-то невероятная композиция. Для нас сразу ясно, что работал родитель. Помогите, но незаметно. Понимаете? Через наши руки проходят десятки работ. Поэтому мы уже давно научились распознавать детские работы. Ещё раз говорю, здесь действует принцип. Чем проще, тем лучше. Но должна быть какая-то изюминка. Принимаются работы из любых материалов природного происхождения. Из любых. Даже картины из листьев принимаются. Далее поговорим о судействе. Я хочу сказать сразу. Конкурс сужу не я. Я просматриваю все работы. Отбираю те, которые, по моему мнению, достойны приза. При этом в жюри отправляются абсолютно все работы, присланные на конкурс. Я просто собираю их в папки по фамилиям. Жюри отсматривает также все работы. Я отстаиваю каждого из вас. У меня в этом году был просто такой интересный случай, когда мне очень понравилась идея, когда человек использовал в саду манекены в качестве пугал. Но композиция была не понята жюри. И я впоследствии объясняла, что это такое. И жюри, ах, так это пугало! Пожалуйста, снимайте. Еще раз вам говорю, снимайте композиционно. Не вырывайте из контекста вашего сада. Делайте панорамы. Я прошу вас передать эту ссылочку с моими советами всем вашим знакомым садоводам. Почему? Потому что очень многие, к сожалению, не знают про то, что мы проводим такой вот конкурс. Далее. Все, абсолютно все победители получат подарки. Как они их получат, я пока не знаю, потому что я не знаю, как будет складываться ситуация. Но все подарки есть. Подарки замечательные. Это секаторы, дачные скамеечки, многосекционные ведра и один парник для рассады. Все получат подарки. Еще раз. И подарки, и грамоты. Не волнуйтесь. Ну, что я вам хочу сказать. Конкурс провели. Год закрыли. Все у нас с вами удачно. Все замечательно. Я вас всех люблю. Жду вас в следующем году. По-прежнему ваше МВ. До свидания.